Всем привет дорогие друзья! Сегодня поговорим о ранговых боях. Я вам расскажу вкратце что это такое, какие плюшки мы получаем, награды там за участие в этих боях, какие сложности нас ждут в этих боях, какую пользу приносят нам ранговые бои и надо ли играть подведем итог в этих самых ранговых боях и интересна ли вообще эта вещь. Итак, что же такое ранговые бои? Я хотел сначала вам рассказать что это такое, что это бои 10 уровней, игроки их сражаются только на танках 10 уровня, зарабатывают шевроны, поднимаются там, получают 15 ранг там самый высокий и попадают в определенную табличку и вот они вверху, они получают свою минуту славы, вот они гениальные, хорошие, самые нагибаторы в игре. Вот собственно для чего задуман этот режим. То есть по большому счету он интересен только игрокам, которые хорошо играют и которые хотят показать свой класс в игре, таким образом поучаствовав в этом режиме. Я начал читать всю эту мутатень, которую придумали, тут ранги, шевроны, защиты рангов, как балансит, как получают очки, очки ранга для техники, лидеры сезона, награды тут расписаны все. И я решил, что я не буду вам это рассказывать, это муть. В общем я вам рассказал, это такое соревнование для 1% игроков, то есть для статистов, то есть чтобы они показали свой класс. Для всех остальных, в том числе и для меня, для такого среднего закоренелого игрока, стремящегося в высшую лигу, мне это не совсем интересно, мне эти таблички да лампочки. А вот что интересного, мне вот как человеку практичному, мне интересно, а какие плюшки мы получим, участвуя в этих боях. И плюшки определенно есть. К примеру, за получение рангов мы получаем боны, мы получаем серебро, мы получаем личные резервы, мы получаем расходники, слоты в ангар, дни премиум аккаунта. Итого, давайте я вам подведу, я посчитал, сколько всего же мы получаем. Например, достигнув 15 ранг, мы получаем 4700 бон вместе в сумме за каждой ранге пройденные. 3 миллиона 750 тысяч серебра мы получаем в сумме, мы получаем в сумме 5 дней према, мы получаем кучу личных резервов, там точно я их не подсчитывал. Мы получаем энное количество расходников и мы получаем 3 слота в ангар. Но, кроме этого, за попадание в лигу, а там есть 3 лиги, золотая, серебряная и бронзовая. Если вы попадаете в лигу, то вы получаете еще немного бон, свой стиль там на танк, то есть можете его разукрасить по-своему. Там 500 голды примерно, это, например, за бронзовую день према, 5 бустеров личных резервов на кредиты, например, и слот в ангар. То есть еще такие вот плюшки. Ну хорошо, плюшки какие-то есть. Показать себя мы хотим. В принципе, я думаю, каждый. Но какие сложности нас будут подстерегать в этом? А сложности есть. И они такие довольно серьезные. Задница будет гореть. По крайней мере, вот судя по тому по стримам, которые я смотрел, в том числе по-своему. И когда долго играешь в эти все ранговые бои, то задница горит очень серьезно. Потому что у вас отбирают шевроны, когда вы проигрываете и не попадаете в топ-6 или топ-5. Все как в рандоме, то есть вы также выигрываете и проигрываете, а шевроны вас отбирают. Ну или добавляют, то есть как повезет. Взводом играть нельзя, и это усложняет задачу. Потому что если, например, вы берете там взвод с игранной команды, то шансы на вашу на победу выше. А тут опаньки, а вы один. И тут уже шанс проиграть у вас немного выше, чем без взвода. К тому же экономика такая же, как в случайных боях. То есть играя на десятках, но обычно без према я ухожу в минус стабильно. То есть минус 10, там минус 30 тысяч, это в порядке вещей. Поэтому, чтобы играть в ранговых боях, нужно иметь хороший запас серебра. Ну или постоянно подфармливать на премтанках. В каждом бою минимум по 2 арты. Ну вернее, там в ранговых боях действуют ограничения, максимум 2 арты. Но вот эти 2 арты, они в 90% боях присутствуют. И надо вам сказать, что большинство карт открыты. Ну по крайней мере, вот сколько я играл, все время были практически постоянно открыты карты. И постоянное наличие арты доставляло определенный дискомфорт. Плюс все играют на голде. Ну не все, но большинство ребят, которые идут на результат, они играют на голдовых расходниках. И тут уже шансы поиграть на каком-то картонном танке, они как бы очень сильно тают. И здесь больше как раз роляют хорошо бронированные танки. Но танки с хорошей подвижностью. Ну вернее, хотя бы какой-то нормальной подвижностью. Например, всякие там Е100, Маусы и Type 5 Heavy, они не сильно хорошо живут в ранговых боях. Потому что, опять же, много открытых карт и арта присутствует. Да и просто все играют на голде, и ваша броня как бы до лампочки. А вот кого бы я хотел отметить, так это ИС-7 и Супер Конкуэр. А Супер Конкуэрер так не сильно бронированный, но у него присутствуют мегаэкраны. А поскольку многое играет на голде, и это голда кумулятивные снаряды, то Супер Конь довольно неплохо выживает в этих всех условиях. Ну и конечно, помимо всех этих сложностей, есть и польза от этого режима. Ну, например, вы можете себя прославить, там, заняв первое место, а все будут говорить, вау, да он лучше страйка, или, ну, если, конечно, страйк не займет первое место. Ранговые бои не зачитываются в статистику вообще. Ни процент побед, ни дамаг. То есть, вы можете, в принципе, трениться на десятках, статистику себе не попортите, потренироваться на том или ином танке, покатать его в ранговых боях, и статистика ваша не испортится. Даже если вы будете сливаться там, экспериментировать что-то. А вот опыт идет так же, как и в случайных боях. Поэтому можно на десяточках безболезненно прокачать себе экипаж и поднять свой скилл. Ну и, конечно же, как я уже сказал, вы получите какое-то примерное количество тамбон, серебра, нейприма, личных резервов, расходников и слотов в ангар. Ну и давайте перейдем, наверное, к самому интересному заключительному вопросу. А нужен ли этот режим? И, поиграв в него вот уже третий день, я прихожу к выводу, что пусть будет. Не то, чтобы он мне сильно понравился, не то, чтобы сильно разочаровал. Вот все-таки релиз данного режима, он уже более обдуманный. Он уже такой более интересный, менее сложный. Если во второй я вообще практически не играл, один бой сыграл, в первый я еще как-то играл, потому что было вроде как ничего так просто. То в этот я буду поигрывать. Сильно упарываться желания нет. Опять же, самая главная причина это серебро. Вы можете топтаться на месте на одном ранге очень долго, а серебро у вас будет минус-минус-минус идти. И даже несмотря на те награды, которые вы будете получать за ранги, серебра может уйти гораздо больше, чем вы сможете получить. И тут даже, что расстраивает ваш скилл, он не всегда сроляет. Может так получиться, что команда сольется просто в хлам 0.15. И вы такой с фиолетовой статкой, блин, думаете, ну нафига, ну мне надо этот режим. Я тут стараюсь, стреляя, настреливаю, а эти раки просто сливаются. Тут как бы нужно к этому просто спокойно относиться, к этому режиму. Режим в принципе ничего, можно играть. Я сначала на стриме, конечно, разочаровался, расстроился, но играть в него немного. Ну там 5-10 боев в день провели и забили. Все, дальше там пошли в рандом или пошли гулять, отдыхать, посмотреть кино. И вот, наверное, основные мысли, которые я хотел высказать по поводу этого режима. Все-таки хотел сначала разнести его пух и прах, но потом, поиграв вот уже третий день, в принципе ничего. Как я сказал, вот если я вот по чуть-чуть играю, там по нескольку боев в день, он меня не напрягает. Упарываться не надо, загнаться особо за нечем, особых призов там не так уж и много. Ну, разве что боны интересны, чтобы поставить это оборудование, все-таки уже начать его ставить, вернее. А в целом могли бы сделать плюшки какие-то им поинтереснее. Может быть, этот режим нужно было сделать как типа марафона, знаете, чтобы если ты прикладываешь много усилий и плюс ты имеешь какой-то скилл, то потом в конце получаешь, например, какое-то количество голды или премтанк, например. Вот что-то такое было бы, я думаю, интереснее. Ну а так, на сегодня это все, что я вам хотел рассказать по поводу ранговых боев. Я свое мнение высказал, вы на основании моего видео принимайте решение. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. С вами был Васка, всем пока.